Мы продолжаем нашу трансляцию из открытой студии РБК в Сколково. Сегодня говорим о высокотехнологичных проектах, перспективных стартапах, о поддержке бизнеса. И наш гость Артем Маратканов, основатель и гендиректор генеалогического IT-стартапа Family. Артем, здравствуйте. Расскажите о вашей разработке, чем она полезна. Мы сделали онлайн-сервис для того, чтобы люди смогли составлять свои родословные деревья, изучать историю семьи, получать максимально быстрый доступ к архивам, причем не только в России, но и в других соседних странах. И люди приходят, регистрируются, в том числе и на выставке сервис бесплатный. То есть это конструктор древа вам всегда бесплатный будет. А уже какие-то дополнительные опции, если человек не готов делать сам, но готов платить, соответственно, он платит нам. Наша собственная разработка. А в чем уникальность именно вашей разработки? А у нас несколько, скажем так, фишек под капотом. Первое, это мы сделали маркетплейс исследователей. То есть у нас больше 7 тысяч исследователей по всему миру, которые готовы взять консультацию, пойти сфотографировать могилу предка, пойти найти какой-то документ в архиве. И все это можно прямо из древа. То есть, грубо говоря, говорит на такой, заходим в деда и прямо из деда формируем задачу, которая уходит, не знаю, там, куда-нибудь в Томск. И в Томске человек собирается, идет в архив, делает свои дела и прямо в древо загружает результаты. Такого нет ни у кого. Мы потестировали и сейчас уже вышли в продакшн публичный, в том числе вот представленный на выставке со своим стендом как резидента технопарка Сколково. А что еще помогает вам развиваться, вашему бизнесу? Мы достаточно современные и достаточно гибкие, адаптируемся под современные реалии и используем разные инструменты, которые, собственно, помогают нам расти. У нас очень классная команда. И как раз-таки, когда я начал формировать команду, я подумал, а как же мне ее поддержать, как сделать так, чтобы команда бежала быстрее. И тогда мы получили грант, субсидии от департамента правительства Москвы и прошли акселерацию во Фри. Сейчас как раз-таки подали на акселерацию, где субсидируют также правительство Москвы в Сколково. И получали, естественно, субсидии на рекламу и продвижение в интернете. Это, конечно, нам здорово помогает расти и набирать клиентскую базу, потому что мы стартовали с нуля. То есть программа правительства Москвы помогает вашему бизнесу? Один из инструментов, который мы активно используем, знаем и нам очень нравится. Насколько сложно или, наоборот, легко было получить эту поддержку? Ну, я думаю, что, как и, в принципе, общение с государством, да, это точно не 5 секунд, но оно того стоит. И самое главное, что все понятно. То есть по шагам есть поддержка, есть консультанты, которых много и не готовы консультировать. Могут завернуть какой-то там шаг назад, чтобы мы что-то дозаполнили, но это нормально. И главное, что всегда на связи, всегда поддерживают. Помогает в выходе на новые рынки, в привлечении инвестиций? Вопросы не понял. Программа правительства Москвы помогает вам в привлечении инвестиций, в выходе на новые рынки? В привлечении инвестиций еще не пробовали, но, что интересно, мы как раз-таки проходили программу акселерации Go Global, где получили субсидии как раз-таки от правительства Москвы и пилотировали продажи на зарубежных рынках. Сейчас, может быть, это не очень актуально, но США, Канада, сейчас вот думаем развернуться в сторону Азии. Про пилот. И, возможно, тоже пойдем на акселерацию, но уже теперь, чтобы пробовать зарубежные рынки со стороны Азии. Сколько примерно времени уходит на то, чтобы узнать информацию о своих предках с помощью вашего сервиса? Как правило, люди занимаются этим годами, то есть это хобби. Ну, сколько раз можно сходить в кино? Много в течение всей жизни, несколько раз в год или несколько раз в месяц. То же самое с древом. То есть как поход в кино, в театр, можно возвращаться раз в месяц, можно возвращаться каждую неделю, можно раз в год к этому возвращаться и как хобби заниматься этим много-много лет. У меня папа вместе со мной поддерживает мое влечение, и уже 14 лет мы в пути. Мама за 14 лет мало что сделала и, в общем-то, не разделяет наше влечение. Так что все зависит от человека, от его ценностей и от его приоритетов. Но ваш сервис ускоряет процесс и облегчает процесс поиска? Наш сервис ускоряет процесс и удешевляет, потому что у меня родственники условно с Поволжи, мне надо из Москвы сесть на поезд, поехать куда-то, заплатить за гостиницу, сходить в архив. За несколько тысяч рублей можно отправить человека, который пойдет в архив, как местный, и загрузит в сервис результат. То есть расходы на самостоятельные поиски, они сокращаются с помощью нашего сервиса в разы, и, конечно же, скорость. Тот случай, когда высокие технологии помогают лучше узнать свои корни. Спасибо большое за этот интересный разговор. У нас в гостях был Артем Маратканов, основатель и генеральный директор генеалогического IT-стартапа Family. Напоминаю, мы ведем нашу прямую трансляцию из открытой студии РБК в Сколково. Скоро вернемся и продолжим. Да, спасибо большое. Спасибо.